приветствую вас на канале железные магистрали в этом выпуске я расскажу о николаевском трамвае точнее попытаюсь найти ответ на вопрос если будущее у этого вида транспорта в николаеве среди прочего вы также узнаете какой самый длинный маршрут трамвая в городе и где должны были построить линию скоростного трамвая но перед тем как вы посмотрите сюжет я хочу выразить благодарность зрителям канала дмитрию владимиру василию и еще одному дмитрию за помощь в проведении съемок поддержите молодой канал мощь земли все чрезвычайные ситуации на земле в небе и на воде присутствуют здесь канал предлагает информационно-аналитические выпуски о природных катаклизмах на планете вся информация актуальная и представлена в хронологическом порядке разделена по датам кроме того каждый эпизод сопровождается пояснениями о месте события и его последствиях если вы хотите знать какие события происходят в разных уголках нашей планеты подписывайтесь на этот канал здесь интересно в николаеве проживает почти полмиллиона человека если быть точнее то 486 тысяч это данные за 2017 год город известен как один из крупнейших центров судостроения кроме этого в николаеве расположены предприятия электротехнической и электронной промышленности глиноземный завод авиаремонтный завод развита пищевая промышленность а также город является крупным транспортным хабом насыщенность николаева промышленностью способствовало и развитию трамвайной сети центральная часть города также основные крупные жилые массивы охвачены рельсовым полотном километраж маршрутов составляет почти 73 километра самый длинный из них маршрут номер один широкая балка яхт-клуб протяженность более 11 километров время проезда в одну сторону почти 50 минут линия начинается возле завода заря маш проект проходит по проспектам где расположены другие предприятия через центральную часть николаева и заканчивается в историческом районе возле набережной южного буга и яхт-клуба можно сказать что это один из панорамных маршрутов который даст отчасти представление о масштабах промышленного развития города его застройки и архитектуры а чтобы дополнить картину впечатлений можно воспользоваться еще одним маршрутом номер 6 который начинается от промзоны совмещенной с жилыми кварталами и ведет к центральному рынку кстати в николаеве мог появиться пригородный трамвайный маршрут в 80-е годы проектировалась линия скоростного трамвая в поселок октябрьский и на глиноземный завод с учетом данной перспективы был построен широкобалковский мост на котором предусмотрели место под рельсовое полотно там где сейчас растет кустарник рельсы должны были уложить обособлено от дороги и провести дальше вдоль богоявленского проспекта где зарезервировали землю однако позже идею забраковали и решили заместить трамвай троллейбусом но и этот вид транспорта там не появился позже на протяжении десятка лет тема троллейбусной линии муссировалась местными властями в основном в канун выборов ведь транспортное сообщение самым отдаленным районом николаева всегда вызывало нарекания единственный транспортный прогресс который наблюдается сейчас это появление муниципальных автобусов на маршруте но теперь обратим внимание на действующую трамвайную сеть в николаеве посмотрим в каком состоянии находится хозяйство рационально ли используется подвижной состав и вообще если какие-то перспективы у этого вида транспорта в городе если мы спросим у любого жителя города что для него главное в работе городского транспорта многие назовут две вещи это тарифы и время затраченное на дорогу в николаеве сложилась парадоксальная ситуация когда стоимость проезда в трамвае троллейбусе и маршрутных такси одинаковая 5 гривен в некоторых маршрутках 4 гривны в данном случае возникает две версии либо коммунального перевозчика решили перевести на коммерческую основу или наоборот ориентировать пассажира на частный транспорт то есть маршрутки ведь они ездят чаще а значит вы доберетесь к месту назначения быстрее из шести действующих трамвайных маршрутов в николаеве всего три являются более менее активными это номер один три и номер шесть последний рекордсмен по количеству выпусков вагонов днем интервал составляет пять минут линия начинается на пересечении улиц троицкой и космонавтов этот район называют промзоной с одной стороны жилые дома с другой корпуса промышленных предприятий затем часть маршрута проходит по частному сектору выходит к рынку колос ну и далее по улице чекалова пересекая центральную часть линия заканчивается возле центрального рынка данный маршрут можно довести до ума и сделать его ускоренным уменьшив время которое отводится наоборот вагонов ведь сейчас средняя скорость трамвая здесь составляет 15 километров в час для того чтобы вагоны ездили быстрее нужно капитально отремонтировать полотно и контактную сеть это же касается маршрута номер один который в основном проходит по выделенным участкам кстати вопрос содержания трамвайной инфраструктуры в николаеве это отдельная тема изношенность полотна видно даже невооруженным взглядом практически большая часть линии нуждается в капитальном ремонте кроме того на некоторых участках рельсы утопают в земле из-за этого во время дождя скапливается вода и поднимается выше безопасного уровня опоры контактной сети также требуют замены элементы крепления контактного провода уже поржавели настолько что рассыпаются на части а на улице потемкинской деревья растут прямо в середине металлических опор на которых крепится сеть питания для трамваев кстати улица потемкинская все чаще становится проблемой для движения здесь регулярно происходят обвалы канализационного коллектора из-за аварийных ситуаций часто закрывается движение трамваев время от времени городские власти поднимают тему капитального ремонта улицы но дальше разговоров дело не продвигается одним словом о будущем николаевского трамвая сложно говорить из-за неоднозначной политики городских властей по отношению к рельсовому транспорту с одной стороны сеть работает даже пытаются обновлять подвижной состав правда за счет покупки б.у. вагонов с другой стороны предприятие оптимизируют и сокращают затраты на содержание хозяйства например в 2012 году закрыли депо номер два предполагается что его территорию отдадут под продовольственный рынок хотя здесь можно было бы организовать оборотное депо для трамваев работающих на маршрутах номер 1 6 и номер 7 это уменьшило бы перепробеги вагонов и расход электричества того чтобы электротранспорт поработал во благо жителей города а не существовал формально необходимо проводить реформу оплаты проезда вводить билеты по времени действия например в рамках 60 минут можно делать пересадку на любой муниципальный маршрут это поможет оптимизировать маршрутную сеть и рационально использовать подвижной состав сейчас в действиях городских чиновников не прослеживается никакого желания сделать муниципальный транспорт ориентированным на пассажира трамваи и троллейбусы почему-то превратились в средства для зарабатывания денег хотя городской транспорт ни в одной развитой стране не является самоокупаемым все делается для того чтобы жители городов тратили минимум времени на проезд и платили в социальную цену за билет ведь от того сколько времени человек тратит на дорогу зависит продуктивность его работы и соответственно доходы предприятия в конечном итоге все это отображается на экономической активности города и поступлениях в городской бюджет в завершении сюжета хочу сказать что в данном ролике была изложена моя субъективная точка зрения относительно работы николаевского трамвая его будущего возможно кто-то будет не согласен с моими доводами и если у вас есть какие-то интересные предложения замечания пишите об этом в комментариях буду также признателен всем за лайки под этим роликом и конечно же если вы смотрите канал железные магистрали без подписки то нажимаете кнопку подписаться этим и поможете в продвижении и развитие данного проекта желаю всем хорошего настроения и увидимся на канале железные магистрали субтитры делал DimaTorzok субтитры делал DimaTorzok субтитры делал DimaTorzok субтитры делал DimaTorzok